Сразу двое выпускников лицея авиационного профиля Самары сдали единый государственный экзамен по физике на 100 баллов. Специалисты утверждают, что это высший пилотаж в изучении предмета. Получить 100 баллов это выдающийся результат, это экстраординарный результат, потому что здесь вот, ну с моей точки зрения, должно быть стечение трех обстоятельств. И вот первое, это вот хорошая подготовка, что есть у многих учеников. Второе, ну нужно, ну просто вот к этому моменту, когда ребенок будет писать ЕГЭ, нужно быть в хорошей физической форме. Учитель физики Евгений Самойлов, он же отец Александра Самойлова, одного из стобальников, говорит, что к занятиям наукой сына не принуждали. Александр сам без труда решает задачи высшего уровня сложности, занимается астрономией, робототехникой и программированием, занимает призовые места в олимпиадах и конкурсах. Могу составлять программы, согласно которым будет работать какой-то космический аппарат. Автоматы, например, которые, или какие-то машины, которые отправляются в космос, аппараты различные, они все автоматизированы или частично автоматизированы. И поэтому та сфера, в которой я собираюсь работать, она может быть очень востребована в этой области. Павлу Киселеву больше нравится заниматься экспериментальной физикой. Его мечта найти свое призвание в ракетостроении. Благодаря физике я вообще в целом увидел мир в плане нашей страны. За счет всяких олимпиад, конкурсов мне удалось поездить и в страны ближнего СНГ, Белоруссия или Казахстан. Но, с другой стороны, физика открыла для меня и мир в целом. Для них открыты двери самых престижных учебных заведений мира. Но 59 из 70 отличников заявили, что собираются продолжать образование в Самаре. Об этом говорили на торжественном приеме, который глава Самара Олег Фурсов провел в колонном зале. На все 100 в городе написано 73 работы. Трое из 100 бальников умудрились получить высший результат по двум предметам. Какой бы путь вы ни выбрали в своей жизни, пусть он будет успешным, удачным. Мы всегда будем рядом с вами. Будем оказать вам всяческую поддержку. Не забывайте про это. И для этого мы здесь и собрались, чтобы поддержать вас в вашем очередном жизненном выборе. Выборе учебного заведения и пожелание вам успешного поступления. Самара меняется. И вы знаете, что меняется она очень большими быстрыми темпами. Ремонтируются дороги, ремонтируются фасады зданий, строятся новые объекты культурной, спортивной сферы. И я так думаю, что после окончания школы, после окончания учебных заведений вы найдете работу именно здесь. Потому что вы очень нужны нашему родному городу. Выбор остается за самим выпускником. Ведь каждый из них делает его уже точно зная, чего он хочет добиться в жизни. Олег Зверев, Сергей Баскин, Дмитрий Мешканцов. События.